Темнота КОНЕЦ Добрый день! Здравствуйте! Мы снимаем кинофильмы в виде салонах. Не согласитесь ли вы нам помочь? С удовольствием. А что вас интересует? Покажите для начала ваш салон. Пожалуйста, проходите. В нашем салоне несколько залов. Это видеотека. Здесь можно взять видеокассеты на прокат. Или заказать просмотр в индивидуальной кабине. Видеопрограмму здесь могут смотреть четыре человека, не мешая зрителям другой кабины и посетителям, находящимся в зале видеотеки. Она оборудована наушниками и монитором. А сейчас мы находимся в зале для коллективного просмотра, где могут разместиться сорок зрителей. Зал оборудован видеопроектором, который, как правило, крепится к потолку. Специальным экраном, размером по диагонали до двух с половиной метров, звуковыми колонками. Это аппаратная. Вы видите монитор, видеомагнитофон, усилитель. Это пульт дистанционного управления. С его помощью можно включать и выключать видеопроектор, а также регулировать яркость, контрастность, насыщенность цвета. Монитор необходим видеоинженеру для контроля за изображением на экране в зале. А теперь посмотрим, как работает видеосистема. Видеосигнал от магнитофона поступает на видеопроектор и контрольный монитор, а звуковой сигнал через усилитель поступает на колонки. Субтитры создавал DimaTorzok Знакомьтесь, Петр Константинович, инженер по ремонту видеоаппаратуры. Петр Константинович, помогите, пожалуйста, нашим гостям подробнее познакомиться с устройством видеосистемы. Добрый день. Ну что ж, я готов. Прошу вас. Начну с видеомагнитофона. Вам, конечно, известно, что он воспроизводит и записывает изображение на магнитную ленту. Видеопрограмму можно записать с другого видеомагнитофона, с видеокамеры, с телевизионного приемника. Как видите, диапазон использования видеомагнитофона очень широк и разнообразен. Продолжительность записи видеопрограммы на одну кассету до трех часов. Этот тип магнитофона, АЖ-6100, предназначен только для воспроизведения заранее записанной программы. Основным узлом магнитофона является лентопротяжный механизм. Он состоит из кассеты, блока вращающихся головок, в котором установлены две магнитные головки, направляющих, прижимных и ведущего роликов, звуковой магнитной головки. Субтитры создавал DimaTorzok Видеомагнитофон включается в видеосистему с помощью кабелей видеосигнала, контрольного монитора и звуковых колонок. При записи блок обработки сигналов преобразовывает входной видеосигнал в частотно модулированный. Магнитная головка записывает сигнал изображения на видеодорожке, которая располагается на ленте под углом 6 градусов относительно ее края. Каждая из головок считывает сигнал только с предназначенной для нее видеодорожки. Лента намагничивается сигналами, подаваемыми на головку. Аналогично, но в обратном порядке происходит воспроизведение записи. Магнитное поле пленки воздействует на головку, в электрообмотке которой возникает частотно модулированный сигнал. Он поступает в блок обработки, превращаясь в стандартный видеосигнал. Субтитры создавал DimaTorzok Каждая видеодорожка соответствует полукадру изображения на экране. Качественное изображение получается, когда головки считывают две близлежащие дорожки, соответствующие полному телевизионному кадру. Устройство магнитофона позволяет остановить изображение, а также работать в режиме ускоренного или замедленного, прямого или обратного воспроизведения. Видеомагнитофон это надежный, современный электронный аппарат, рассчитанный на эксплуатацию при минимальном вмешательстве обслуживающего персонала. И все же, правилами технической эксплуатации предусматриваются профилактические работы. Они проводятся при отключенном от электрической сети видеомагнитофоне. Через каждые 100 часов работы тампоном, смоченным в специальной жидкости, протирают блок головок, удаляют пыль и смазывают детали лентопротяжного механизма. Другим важнейшим компонентом видеосистемы является видеопроектор. Видеопроектор является сложным электронно-оптическим прибором и требует соблюдения определенных правил эксплуатации. В помещении, где устанавливается видеопроектор, допускается температура от нуля до плюс 40 градусов и влажность от 20 до 80%. В отличие от обычного телевизора, видеопроектор оборудован тремя электронно-лучевыми трубками красного, зеленого, синего свечения. Изображение с экранов этих трубок проецируется объективами на отражательный экран. При помощи кабеля видеосигнал подается на проектор. Пройдя блок обработки, видеосигнал преобразуется в три самостоятельных. Они управляют работой электронно-лучевых трубок. При отключении какой-либо из трубок искажается цветовоспроизведение на экране. Продолжение следует... Настройка видеопроектора производится двумя специалистами в следующем порядке. Включается тест-таблица. С помощью объективов фокусируется изображение каждого цвета. Устанавливается правильность геометрии растро. Точно совмещает три цветоделенных изображения. Сначала производят статическое сведение изображений в центре экрана. Для этого совмещают красные и зеленые линии. Затем синие. Далее при помощи регуляторов производят динамическое сведение. Совмещает изображение по всему полю экрана. СИГНАЛИЗАЦИИ Раз в неделю линзы видеопроектора протирают специальной салфеткой из безворстной ткани, которая одновременно снимает заряд статического электричества. В соответствии с правилами техники безопасности обслуживание видеопроекционной системы должно осуществляться не менее, чем двумя специалистами. Скажите, а видеосалон это единственное применение видео? Нет, конечно нет. Как новая зрелищная форма видеосистема может применяться не только в видеосалонах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Возможности видео широки и еще не совсем осознанны нами. Уже сейчас видеосистемы применяют для проведения культурного досуга, научных конференций, в рекламных и учебных целях. А.Кулакова А.Кулакова Сегодня уже не приходится сомневаться в том, что видео станет неотъемлемой частью культуры, дополняющей кино и телевидение. А.Кулакова 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 А.Кулакова